Привет! Это Деконте, видеоинструкция по сборке шкафа Фортуна. В комплект входят три коробки и ящик с фурнитурой. Открываем все и раскладываем элементы так, как показывает мастер на видео. Обращаем ваше внимание на то, что место для сборки должно быть чистым и ровным. Для работы нам потребуется молоток, ключ под евровинт и фигурная отвертка. Мастер на видео использует шуруповерт. Первым делом к центральным стойкам шкафа фиксируем направляющие для выдвижных ящиков, предварительно разложив их в соответствии с нанесенной разметкой. Крепление производится с помощью саморезов из комплекта фурнитуры. Старайтесь закручивать саморезы под прямым углом во избежание заедания ящиков. Перейдем к сборке каркаса шкафа. Соединяем четыре стенки шкафа с крышкой и основанием с помощью евровинтов. Мастер наживляет евровинты от руки, затем протягивает их шуруповертом. Теперь в основании шкафа необходимо установить цокольные планки с помощью двух евровинтов каждую. Сначала наживляем, затем протягиваем. Перейдем к установке мебельных опор. Они крепятся с помощью мебельных гвоздей из комплекта фурнитуры. Старайтесь удопить гвоздь ниже плоскости опоры. Перейдем к установке полок. Несколько полок крепятся к стенкам шкафа с помощью евровинтов. Такое решение применено для большей прочности конструкции. Подводим полку напротив отверстия и наживляем евровинты. Затем протягиваем их с помощью шуруповерта. Остальные полки устанавливаются аналогично. Теперь между центральными стенками с помощью двух евровинтов необходимо установить усиливающую планку. Перейдем к установке задней стенки шкафа. Она состоит из четырех листов и монтируется с помощью гвоздей из комплекта фурнитуры. Установите первый лист заподлицо со стенками и крышкой шкафа. И зафиксируйте его с помощью гвоздей из комплекта фурнитуры. Старайтесь забивать гвозди под прямым углом и не бейте их слишком близко к краю. Обратите внимание на то, что со стороны прилегания следующего листа гвозди забиваются не до конца. Следующий лист монтируется с зазором 1 мм от предыдущего. Это необходимо для того, чтобы установить сращивающую планку. После ее установки гвозди необходимо забить до конца. Гвоздей. 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 После установки задней стенки шкаф можно поднять. Перейдем к сборке выдвижных ящиков. Вкручиваем штоки эксцентриков в фасадные панели ящиков. А сами эксцентрики устанавливаем в отверстия в боковых стенках. Затем одеваем боковые стенки на штоки и проворачиваем эксцентрик до упора. Задняя стенка ящика крепится с помощью евровинтов. Дно ящика необходимо завести в паз лицевой панели и зафиксировать с помощью гвоздей из комплекта фурнитуры. Направляющие устанавливаются впритык к лицевой панели и фиксируются с помощью саморезов из комплекта фурнитуры. Перейдем к установке ручки. Вкручиваем два самореза в ручку через фасадную панель ящика. Старайтесь не перетягивать саморезы, чтобы не повредить ручку. Сборка ящика окончена. Устанавливаем его на его место. Остальные ящики собираются аналогично. Остальные ящики собираются. Перейдем к установке оставшихся полок. Берем опоры из комплекта и устанавливаем их в посадочные гнезда. Полка укладывается прямо на них. Перейдем к установке верхней декоративной планки. Она крепится на три евровинта. Один посередине и два по краям. Теперь установим петли в дверцы центрального отделения. Раскладываем петли по местам и фиксируем их по разметке с помощью саморезов из комплекта фурнитуры. Устанавливать дверцы необходимо также по разметке. Она нанесена для верхних и нижних петель с правой и левой стороны центрального отделения. Центральные петли фиксируются в последнюю очередь. Ручки на дверцы крепятся так же, как и на выдвижные ящики. Перейдем к установке штанги. Мастер отмеряет 25 сантиметров от задней стенки шкафа и 15 от верхней. Затем устанавливает крепление штанги так, чтобы отметку было видно через нижнее крепежное отверстие. Затем крепит его в таком положении саморезами из комплекта фурнитуры. Затем просто вставляем штангу через верх в крепление. Остальные крепления устанавливаются аналогично. Перейдем к установке фурнитуры для откатной дверцы. Укладываем дверцу зеркалами вниз и устанавливаем фурнитуру по размерке так, как это делает мастер на видео. Чтобы установить дверцу на место, необходимо завести ее сначала в верхнюю направляющую и только потом в нижнюю. Вторая дверца собирается и устанавливается аналогично. Остается установить дверные ручки и ваш шкаф готов к эксплуатации. Вы можете смело пользоваться изделием. Продолжение следует...